Смертельный поворот. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Трагедия произошла в Называевске. 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась, мужчина отделался незначительными травмами, а 49-летнюю пассажирку спасти не удалось. От полученных травм женщина скончалась в больнице. По данным сотрудников ГИБДД, причиной ДТП стал алкоголь. Установлено, что водитель автомобиля находился за рулем в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя было возбуждено административное дело производства по части 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Соответственно, за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Санкция данной статьи предусматривает административную ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Смерть на родильном столе. Почему действия врачей БСМП-1 привлекли внимание прокуратуры? О смерти роженицы Яны Шмаковой сообщили ее родственники. Информацию они опубликовали в интернете. По их словам, девушка родила ребенка, но после кестревосечения у нее начались осложнения. Врачи сделали УЗИ. Исследование ничего не показало. Амичке становилось все хуже. Родственники предполагают, что у девушки произошло заражение крови. А госпитализация на полдня раньше могла спасти ситуацию. В Омском Минздраве официальную позицию после трагедии пока не представили. К делу подключился следственный комитет. По факту смерти роженицы сейчас проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут истребованы все необходимые медицинские документы. Также будет опрошен медицинский персонал. По результатам проверки действиям врачей БСМП-1 города Омска будет дана соответствующая юридическая оценка. Это не первый подобный случай. Сейчас в советском суде идет рассмотрение дела по смертям рожениц в родильном доме номер 2. На скамье подсудимых сразу пятеро врачей медучреждения. По версии следствия, из-за непрофессионального и несвоевременного оказания медпомощи скончались две молодые женщины – Елена Гайсина и Оксана Морозова. Теперь их дети растут без матерей. А родственники просят суд быть справедливым и беспристрастным. Ключи есть, а дома нет. Почему Амич больше года не может попасть в собственную квартиру? Двери не открываются. К себе домой Сергей не может попасть с февраля прошлого года. Именно тогда он стал собственником одной доли этой двухкомнатной квартиры. Справить новоселье помешала совладелица. Она мужчину даже на порог не пустила. Сергей обратился в суд и выиграл дело. Но удачного заселения так и не получилось. Сожитель собственницы одной из комнат напал на нового хозяина с ножом. Вот здесь, где клетка лестничная, внизу, мне ногу пропорол. Потом меня отвезли в больницу. Сделали мне, ну, зашили, то есть ногу мне. И вот второй год я не могу попасть. На этот раз Сергей пришел заселяться в сопровождении судебных приставов. Хозяйки квартиры дома не оказалось. Понятыми при вскрытии двери попросили быть соседей. Но визит мужчины их вовсе не обрадовал. За мной это враньё, я не буду на вашей стороне. А я не хочу, чтобы на вашей стороне. За вашей стороне я пошла. Я не говорю. Только после того, как людям объяснили, что все на законных основаниях и решение суда имеется, дверь в собственную квартиру Сергей смог взломать. Ну что, заходите, я уже не хочу там. Выясняется, комната Сергея давно занята. Железная дверь, которая там была установлена, теперь отсутствует. Это всё не моё здесь. Вещей моих здесь никаких нет. Ничего трогать в квартире Сергей не стал. Прежде решил установить новую железную дверь в свою комнату. Снял в присутствии приставов замеры и покинул квартиру. Закрыть входную дверь удалось наверх не замок. Это возмутило соседей. Всё, закрыто дверь. У них был замок только от нижнего основного замка. За неисполнение требования суда в отношении собственницы будет составлен протокол. Женщине придётся заплатить штраф до двух с половиной тысяч рублей. Обчистил за 15 минут. Злоумышленника разыскивает полиция. Минувшей ночью в Омске ограбили бар здорового питания, который расположен в центре города. Около трёх ночи неизвестный, предположительно, камнем разбил стекло в помещение отдельно стоящего здания. В центре его внимания оказалась касса. Там, по словам сотрудников бара, находилось около 30 тысяч рублей. Злоумышленник забрал деньги и скрылся. Полиция продолжает поиски. Камерам наблюдения удалось зафиксировать факт кражи. По кадрам установлены приметы грабителя. За молчание штраф РЖД и речпорт привлекли к административной ответственности. Нарушение в деятельности крупных предприятий по перевозке выявила транспортная прокуратура в апреле. Установлено, что сотрудники железнодорожного вокзала Омск-Пассажирский и Омского речпорта при оказании гостиничных услуг неоднократно нарушали миграционное законодательство. Уведомления о прибытии иностранцев не направлялись в ФМС России по Омской области. Сделать это было необходимо не позднее одного рабочего дня. В отношении должностных лиц данных организации возбуждены дела об административных правонарушениях. По становлению начальника Управления Федеральной Миграционной Службы должностные лица признаны виновными в нарушении правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. В соответствии с санкцией части 4 статьи 18.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Как сообщили сотрудники полиции, подобные нарушения в работе РЖД и речпорта ранее замечены не были. Транспортная прокуратура продолжит контроль за деятельностью организации. Не платишь зарплату – мы идем в суд. Чего добились работники строительной фирмы от своего начальника через закон? Виновен такой приговор директору строительной фирмы «Монолит» Магомеду Джафарову вынес мировой судья Калачинского района. Согласно материалам уголовного дела, бизнесмен свыше двух месяцев оставлял своих сотрудников более 100 человек без заработной платы. Общая сумма задолженности – 6,5 миллионов рублей. Как выяснилось, финансовых сложностей, которые могли бы стать причиной нарушения трудового законодательства, на предприятии не было. При том, что работникам не выплачивалась заработная плата, предприятие продолжало осуществлять свою деятельность. Поступали денежные средства за проведенные работы – это более 15 миллионов рублей. Однако, по указанию руководителей, они направлялись на производственные и иные цели. Судом вынесен обвинительный приговор, назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Возможно, что назначенным штрафом в 150 тысяч рублей дело не кончится. В адрес директора фирмы прокуратура направила в суды еще 74 иска о взыскании зарплаты в интересах работников.